Так как же определить, кто для вас является тем самым человеком? Я не хочу лишать вашу жизнь романтики. Но я скажу следующее. Если вы будете мыслить такими оторванными от реальности категориями, я нашел подходящего мне человека. Вскоре вы будете разочарованы. Нужно понимать, что не существует подходящего именно вам человека. Прежде всего нужно посмотреть, подходящий ли я человек. Да, подходящий ли я человек? На этой планете нет подходящих людей. Если вы это понимаете, если вы понимаете, что у вас есть своя чепуха, у других своя, тогда мы сможем подстроить одну чепуху под другую и продолжать. В первую очередь, приведите себя к тому, чтобы ваше переживание жизни было приятным само по себе, чтобы вы чувствовали себя прекрасно. Тогда посмотрим, что вы привлечете в своей жизни. Если вы по-настоящему прекрасны, все будет происходить как нужно во всех сферах. А все эти представления — это очень американская идея о том, что где-то для вас есть родственная душа, что Бог создал вот этого одного человека только для вас. Но в наши дни, каждые два года, Он продолжает создавать еще одного человека только для вас. Очевидно, что в том, что касается вас, Бог совершает слишком много ошибок. Телу нужен партнер. Это понятно. Возможно, в психологическом плане вам тоже нужен партнер. Это понятно. В эмоциональном плане вам нужен партнер, но душа не может нуждаться в партнере. И так душа не нуждается в партнере. И специально для вас никто не создал идеально подходящего именно вам человека. Если вы вложите глубокое чувство вовлеченности, может произойти что-то чудесное. Из-за вашей вовлеченности, а не потому, что тот другой человек такой замечательный. Нет, даже если вы выбираете дурака, вообще-то с ним даже проще. Если у человека голова работает нормально, с чего он вообще пойдет к вам? Нет, нет, я просто вредничаю. Так что, даже если вы выберете дурака, это не имеет значения. Если вы вкладываете себя, это может превратиться во что-то очень прекрасное. Если вы выбрали самого умного человека во Вселенной, это может превратиться в катастрофу. Так что не думайте с точки зрения, что мы созданы друг для друга и все такое. Нет. На самом деле, вы выбираете противоположное. Но спустя какое-то время, постепенно у вас начинает появляться ожидание, что другой человек должен быть таким же, как вы. Это серьезная ошибка. Потому что, если еще один человек станет таким же, как вы, вы не сможете вытерпеть его и пару дней. Нет никого похожего на вас. И это хорошо. Не ищите схожести. В этом нет необходимости. Создает различия. А не схожесть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова